привет всем передача победитель и мы проходим шаг за шагом к тому чтобы одержать победу там где у тебя сегодня поражение и мы говорили самый первый шаг иисус говорит покайтесь и веруйте в евангелие первый шаг покаетесь покаяние включает в себя исповедание исповедание это значит вынести во свет это значит судить грех это значит вынести его во свет и осудить чтобы не быть осужденным с миром вы должны знать дорогие друзья что когда мы исповедуем грехи наше писание что он будучи верен и правильно чистят простит на грехе очистит нас от всякой неправедности то есть всякий грех который контролировал тебя он уберет ты не мог его убрать но бог его уберет и вот здесь же интересно следующий шаг мы должны знать послушайте он очень важный мы должны порвать общение со всякими людьми которые являются нечистыми или как библия говорит мертвые люди вы должны знать что даже если это близкий родной человек не имеет значения библия так кто не оставит отца и мать детей и говорится и земли и дома за материально не может быть мы моим учеником почему потому что рано или поздно этот конфликт он будет внутри тебя и тебе нужно будет выбирать между богом и твоими близкими ли это же мой друг как я могу его бросить но библия говорит выйдите из среды их и отделитесь так говорит господь и не прикасайтесь к нечистому даже не прикасайтесь прикосновение к мертвому говорит делает человека не чистым 7 дней до 7 дней полнота потом нужно мыть тело а мыть одежды но в течение семи дней мост тело сколько хочешь достаешься нечистым поэтому вы должны знать что это за люди если вы слышите хоть какой-то негатив на церковь на пастора на каких-то близких людей на служителей если кто-то осуждает уходите от этого человека вы погубите свою жизнь я сегодня проповедую для тех кто хочет иметь победоносную настоящую жизнь во христе иисусе поэтому если ты хочешь жить жизнью в боге тогда слушай следующий шаг не осуждайте потому что осуждение навлекает на тебя суд всегда когда ты судишь ты будешь осужден тем же судом поэтому не осуждаете ни в коем случае не допускайте это не делайте этого осуждение суд без милости не оказавшему милости теперь следующее я напоминаю вам все каждый день кормите себя божьим словом каждый день кормите себя истинной божьей каждый день вы должны знать каждый день читайте библию одну главу ветхого завета одну главу нового завета мы сейчас читаем давайте вместе читать третье царств мы считаем и деяния апостолов изучайте читайте прочитывайте много раз в разных переводах и вы еще услышите как мы будем это разбирать и у вас будут открываться глаза потому что вы наполните себя словом дайте богу возможность использовать поэтому дорогие мы это были шаги очень и очень важны наполняйте себя божьим словом интенсивы каждый день некоторые проповеди учения нужно прослушать множество раз множество раз делайте все каждый день не делайте все знаете раздел потом через три дня опять сделал нет так не бывает ты приходишь к доктору доктор назначает лечение говорит раз в день ты пьешь одну таблетку течение трех месяцев если ты выпил одну таблетку через неделю еще раз выпил одну таблетку через три месяца ты говоришь ну почему-то у меня нет результата у тебя не должно его быть потому что ты не соблюдал правила ты не соблюдал то что сказал доктор сегодня я говорю тебя и следующий шаг это молитва друзья молитва она очень и очень важно вы должны знать молитва это вообще-то целая наука это не то что я когда-то тоже думал что молиться может каждый что можно молиться и бог слышит всех на самом деле это не так друзья я вам говорю точно будьте в этом уверены молитва это целая наука это целое искусство и вы должны знать что самое первое молитве помните это размышляйте не говорите ни слова размышляйте о кресте уйдите от суеты первый шаг уходишь от суеты от решаешься от всего мира ежедневно самое главное ежедневно ты должен жить богом а не суетой второе когда ты размышляешь о делах божьих а его смерти на кресте о крови пролитой о благодати которая льется с креста ты начинаешь применять это к себе ты начинаешь применять это к своим ситуациям своим обстоятельствам это то что ты должен сегодня осознать и прежде чем ты произнесешь слова должен понять ты стоишь перед царем царей если бы ты стоял просто перед каким-то министром о боже это вы думал тысячу раз у тебя в коленке трусили что-то скажешь но часто мы не верим что мы стоим перед богом поэтому мы говорим что попало не говорите ничего просто помолчите поразмышляйте поговорите и первое попросить святого духа в мыслях чтобы он был с вами в следующей передаче продолжим а сейчас я благословляю вас пусть вас будет победоносная жизнь м у вас пусть вас будет победоносная жизнь м а сейчас я благословляю вас пусть вас будет победоносная жизнь м